Слышно? Видно? Да, слышно и видно. Да, спасибо. Мой доклад о знаменитой рукописи и о ее издательской судьбе в России. Но ее издательская судьба в России, она тесно связана с предшествующим историей публикации текста Леонардо. Ну и отчасти мое сообщение должно привлечь внимание к тому вопросу, в каком виде до нас доходят письменные источники эпохи Возрождения, ну и всяких других ушедших эпох, и как много препятствий на самом деле между их авторами и нами, современными читателями. Итак, исходная точка нашей истории это так называемая книга о живописи. Так, у меня подалистается. Это кодекс, который хранится в библиотеке Ватикана. Он называется Рубинский кодекс 1270, а финальной точкой моего сообщения будут те издания, которые мы сегодня в нашем русскоязычном пространстве читаем за авторством Леонардо да Винчи. Для того, чтобы был понятен контекст существования трактата из Ватиканской библиотеки, нужно вспомнить, насколько обширно рукописное наследие Леонардо. Оно вот к сегодняшнему дню известно более 4000 листов, то есть двусторонних, исписанные Леонардо собственноручно. Но это рукописное наследие столь же обширно, сколь и не систематизировано. В текстах Леонардо постоянно упоминаются трактаты на разные темы и планы создания определенных трактатов по оптике, анатомии, механике, гидравлике и так далее. Однако нет ни одного неприжизненного издания, ни даже ни одной рукописи, которая производила бы впечатление полностью подготовленной к изданию. Отчасти близки к подготовке к изданию Лейстерский кодекс о гидравлике, кодекс о полете птиц и Мадридский кодекс номер 2, но тем не менее все они все равно не завершены. И сравнивая эти кодексы между собой, ученые современные пришли к вполне логичным и ожидаемым выводам, что Леонардо не мог завершать свои письменные сочинения точно так же, как и свои живописные произведения, потому что оба процесса у него были открытыми, исследовательскими, они длились, приносили новые открытия, но никогда не завершались. Вот особенность работы Леонардо над его книгами заметок, она заключается в том, он выработал для себя оптимальный способ, он не сшивал листы до окончания работы, он так их сортировал, чтобы всегда можно было добавлять новые странички и испещрять их новыми фрагментами текста, рисунками, и, как и многие его современники, Леонардо все свои тезисы и аргументы излагал такими коротенькими фрагментами. Это мы и в литературных сочинениях этого времени обнаруживаем, например, вот в недавно переведенном на русский язык трактате сочинении Бальдосара Кастильона Придворный, но для Леонардо это обладало дополнительной важностью, в том смысле, что всегда можно было вставить что-то дополнительное между, до, после и так далее. И вот на этом фоне перед нами в Ватиканской библиотеке трактат, первая страница которого смело заявляет вот то, что мы сейчас видим на экране, что это книга о живописи миссера Леонардо да Винчи, варентийского живописца и скульптора. То есть перед нами нечто законченное, систематизированное, снабженное иллюстрациями, и, как сегодня солидарны все исследователи, подготовленное к изданию. То есть это издание в течение XVI века так и не было осуществлено, но тем не менее, вот рукопись в такой степени подготовленная, финализированная и подготовленная к изданию, на фоне всей суммы заметок Леонардо да Винчи является вещью совершенно исключительной. Ну неизвестно, почему так до издания и дело не дошло. В 1626 году рукопись перешла в папские владения из владений урбинских герцогов Делла Роверы. В 1631 году она документирована в Урбино, а в 1657 году она в Риме. И впервые текст будет опубликован только в начале XIX века Гузельму Манса в 1817 году. Помимо этого текста, который довольно поздно был опубликован, название вот этой книгоживописи получали разные выдержки из заметок Леонардо, которые публиковались на протяжении XVII и XVIII веков во Франции, в Англии, в Италии. Это отдельная история, в которую я сейчас не буду углубляться, но ни одно из этих изданий не воспроизводило этот манускрипт в полном виде. И с самого раннего времени, то есть уже публикатором XVII-XVIII веков, было понятно, что соотношение манускриптов Леонардо и трактата о живописи можно сравнить с оригиналом и копией в живописи. Компиляторы в заранее сшитом томе аккуратненько рассчитали, сколько места нужно для текста, бережно выделяли пространство для иллюстрации и соединяли вместе тематически близкие фрагменты, которые они, очевидно, черпали из других манускриптов Леонардо да Винча. Частично они сохранились, и мы знаем, откуда происходят те или иные фрагменты, а частично они до нас не дошли, но были доступны компиляторам XVI века. И очевидно, что ввиду невозможности к систематизации и подготовке к публикации самого Леонардо, эта задача легла на плечи его учеников. И, опять же, консенсус не менялся на протяжении столетий. В качестве такого компилятора ученика всегда признается Франческо Мельце. Ученик, душеприказчик и наследник Леонардо. Именно ему достались все рукописи после смерти маэстро. И он иллюстрируется у меня юношеским портретом Бальтрафио. И, опять же, всегда исследователи были солидарны в противопоставлении. Всегда хвалили высочайший уровень текстологической работы, который был проделан с Франческо Мельце, потому что ему приходилось преодолевать много препятствий. Мы помним, что Леонардо да Винчи писал зеркальным письмом. В тексте встречается множество североитальянских диалектизмов, потому что текст писался в Милане. В нем практически нет знаков припинания. Это тоже особенность Леонардо да Винчи, который не получал последовательного гуманистического образования. И вот то, что Франческо Мельце удалось преодолеть эти препятствия, очень резко контрастировало с концептуальной слабостью самого трактата. Действительно, структура книги о живописи, как она представлена в Рубинском кодексе, она вызывает множество вопросов. Трактат состоит из восьми частей. Части совершенно неравномерны по объему. Я вот специально привожу, сколько фрагментов приходится на каждую из частей. То есть финальные части очень коротенькие. Часть 2 огромная, часть 3 еще больше. Соответственно, две части не имеют названий, остальные части имеют название и даже некоторые внутренние членения. И, кроме того, в каждой из частей встречаются повторы, когда буквально одни и те же вещи повторяются практически одними и теми же словами с незначительными вариациями. Значит, это всем было очевидно, начиная с 16 века. И вот это концептуальное несовершенство, оно во многом определило дальнейшее отношение к этой рукописи. Ее воспринимали не вполне полноценной, не вполне аутентичной. И всегда было ощущение, что сам Леонард сделал бы это иначе. И всегда у читателей всех столетий возникал вопрос, а что имел в виду сам Леонард? Да как бы он это сделал? И главное, как пробиться через вот этот несовершенный текст книги о живописи к тому, что хотел сказать сам великий художник. И вот это стремление, оно очень ярко проявилось в научных публикациях Урбинского кодекса, до которых дело дошло в 19 веке. И первым профессиональным публикатором кодекса Леонардо стал совершенно удивительный человек. Это немецкий художник Генрих Людвиг, который учился в Кассельской и Юссельдорфской академии художеств. Потом он посетил Рим, как многие северные художники того времени, но вынужден был там задержаться, поскольку здоровье его стало сильно ухудшаться, он заболел рассеянным склерозом, и он практиковал свое ремесло в Риме, он влился в круг немецкоязычных художников и интеллектуалов, которые жили в Риме, он общался с Беклином, с Теодором Момзеном, с Карлом Хелебрантом и так далее. Помимо занятий живописью, он очень глубоко изучал технику живописи старых мастеров. И более того, он написал два сочинения, они представлены у меня на слайде, о технике живописи старых мастеров, и сам экспериментировал с составами красок. То есть он придумал наряду с еще одним современником, с которым они постоянно спорили за право быть автором этого изобретения, добавлять в краски нефть, и он добился того, что краски по его улучшенной технологии изготавливались на фабрике в Дюссельдорфе. И вот он интересовался Леонардо профессионально. Он был глубоко убежден, что изучение трактата Леонардо да Винчи имеет непосредственное практическое значение для него самого и современных художников. Но действительно, живопись продолжала оставаться масляной, фигуративной, меметической. И Людвигу казалось, что советы Леонардо да Винчи бесценно применимы, должны быть освоены им и всеми современными художниками. Он получил доступ в библиотеку Ватикана и опубликовал немецкоязычный перевод вот этого кодекса. Что интересно, что этот кодекс отнюдь не был нейтральной публикацией и переводом источника. Он осуществил это издание в трех томах. Два первых тома содержали параллельное издание оригинального итальянского текста и его немецкоязычного перевода. Третий том содержал обширные комментарии. Но дело даже не в этом, а в том, что Людвиг полностью изменил расположение фрагментов. То есть Людвиг предложил своим читателям улучшенного Леонардо. То есть он тоже считал, что компиляторы XVI века не очень хорошо справились с задачей составления этого трактата. И он соединил близкие по теме и смыслу кусочки, те, которые в оригинальной рукописи могут быть разделены друг от друга целым рядом фрагментов. И он совершенно свободно переносил куски из одной части в другую, если ему казалось, что это помогает прояснить смысл того, что хотел сказать Леонардо. Он создал совершенно грандиозный, колоссальный научный аппарат. Он вел перекрестные ссылки на книги, которые упоминает Леонардо. И Леонардо в самом деле постоянно пишет что-нибудь вроде того, как гласит четвертое положение седьмой книги о том-то, или наоборот седьмое положение четвертой книги о том-то. Ну и дальше следует сам тезис. Никаких этих книг, ну никогда никто не видел, их нету. Но тем не менее, Людвиг произвел вот такую виртуальную реконструкцию трактатов, которые планировались или могли бы быть созданы Леонардо. Но это ссылки, как мы понимаем, которые ведут в никуда. Соответственно, у Людвига много систем, он учитывает вот эти трактаты. Не существующий, он пытается показать расположение фрагментов в оригинальном тексте, но читателю он предлагает свою собственную компиляцию. Пользоваться этим изданием современному человеку очень сложно. Но тем не менее, для 1882 года, когда он это опубликовал, это издание вызвало огромный резонанс и считалось необыкновенно удачным. Но однако, вскоре последовала реакция на этот текст, и в 1890 году итальянцы переиздали трактат совершенно иначе. Со стороны Италии издателями выступило ни много ни мало кооперативное общество типографов, которые в очень пафосном предисловии сообщили, что они за собственный счет публикуют книги с доказанной пользой, и те, которые легко сбыть, ради общественной пользы и блага. И они очень горды тем, что не публикуют ни какие-нибудь новеллы, романы ради выгоды, как могли бы, а книги, которые, вот в этом они полностью согласны с Людвигом, которые имеют огромное практическое значение для современного искусства. Вот что они пишут. Несмотря на весь прогресс, достигнутый современным искусством, рецепты Леонардо всегда имеют величайшее значение. Однако, вот, да, Марко Таборини, который выступает издателем, он категорически не согласен с тем, как обошелся с текстом Урубинского кодекса в предшествующем издании Генрих Людвиг. И он называет это издание старомодным и неправильным. И, собственно, издание Таборини и восполнило вот эту лакуну публикации источника в том виде, в каком оно есть. Они, ну, как вы понимаете, да, это издание Людвига, издание Таборини совершенно друг с другом не совпадают. У них даже разное число фрагментов. У Таборини их 935, а у Людвига их 944, общее число фрагментов всех восьми частей. И именно издание Таборини стало основой для всех итальянских переизданий книги о живописи, которые не прекращаются по сей день. То есть и сейчас можно легко купить трактат, и он будет повторять издание Таборини. И вот дальше мы, собственно, переходим по истории издания на русском языке, которое обладает огромным своеобразием. На русский язык тексты Леонардо да Винчи стали переводиться в 1930-е годы в рамках программы освоения классического наследия, которая обеспечила нам переводы многих ренессансных авторов и Леона Батиста Альберти, и Чинина Чинини, и Вазари. И, собственно, с тех пор никаких важных текстов на русский язык переведено не было. Исключение составляет только перевод с Фарцинды Филаретта, который был выполнен Глазачем уже в новом тысячелетии. И примечательно, что одновременно на русский язык вышли, во-первых, издания, которые мы видим слева, это полный перевод трактата из Ватиканской библиотеки. Он называется «Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора Флорентийского». То есть название полностью воспроизводит название, которым открывается Рубинский кодекс, в издательстве Агис и Загис. И этот текст был переведен Губером и Шелейко, и редакцию осуществил Габричевский, а вступительную статью о Леонардо да Винчи написал Виктор Никитич Лазарев. И буквально на следующий год в издательстве Академия выходит двухтомник знаменитый Леонардо да Винчи, избранные произведения. Первый том называется «Наука», а второй том называется «Искусство». В этот сборник вошли тексты Леонардо из самых разных манускриптов, в том числе и из трактата о живописи, то есть вот те переводы, которые были сделаны Губером и Шелейко, частично вошли и в издательство, для издательства Агис и Загис, вошли и в то издание, которое готовила Академия. И вот тут очень интересен подход наших издателей к этим текстам. Как готовилась книга о живописи Леонардо да Винчи, которую мы видим слева. Конечно, доступа к оригинальному манускрипту в 30-е годы у издателей, редакторов и переводчиков уже не было, зато в их распоряжении находились издания и Табарини, и Людвига. Они и сейчас есть в библиотеке ГМИИ, а одно из них в Ленинке. То есть у них был полный выбор, и тем интереснее, что в качестве источника для русского издания был выбран Людвиг, издание которого характеризуется как наиболее научным. Вот что пишут переводчики. Перевод сделан со издания Людвига как наиболее критического и научного. Более новое итальянское издание Ватиканского кодекса, например, издание Табарини, не внесли ничего существенно нового. При этом они полностью отдают себе отчет в том, как именно Людвиг обошелся с текстом оригинала. С целью сделать более доступным и систематичным все содержание трактата он, по примеру старых редакторов, предлагает перегруппировку всего кодекса. И в отдельном издании немецкого перевода он весь материал располагает по-новому. Несмотря на всю спорность перестановок Людвига, им нельзя отказать в остроумии. Тем более, что в то время опубликование рукописи Леонардо до сих пор не законченной еще не начиналось, и знакомиться с ними было трудно, а часто и невозможно. Поэтому у Людвига в некоторых случаях оказались далеко расставленными соседние главы кодекса, списанные с одной страницы подлинных рукописей Леонардо. Эта попытка реконструкции, несмотря на ряд возражений, стала очень популярной и при ссылках на трактат в научной и тем более популярной литературе встречаются, пожалуй, на равных правах как указания на порядковый номер кодекса, так и на номер перестановок Людвига. То есть позиция Людвига, несмотря на то, что после публикации его текста прошло уже более полувека, не выглядит сомнительной, она кажется совершенно приемлемой. И тут мы должны понимать, что по сути Людвиг, а вслед за ним и советские ученые, встают на позиции современного Франческо Мельца. То есть фактически то, что сделал Людвиг с трактатом Леонардо, мы бы сегодня назвали искажением. Тем не менее, с точки зрения Людвига, это была реконструкция. Реконструкция того, что в силу жизненных обстоятельств не смог сделать Леонардо да Винчи. То есть фактически Людвиг присваивает себе возможность понимать Леонардо да Винчи лучше, чем Франческо Мельца. То есть с позиции сегодняшнего дня подобное отношение к источникам уже совершенно невозможно. Вот такая конкуренция с Франческо Мельцем в вопросе о понимании истинных намерений Леонардо да Винчи. Тем не менее, в 30-е годы советские ученые фактически берут на себя эту же функцию, эту же миссию и становятся на те же позиции. Это проясняется в предисловии к двухтомнику издательства Академии. Эфрос и Джавелегов пишут, отрывать Леонардо ученого от Леонардо художника невозможно. И поэтому вот мы приводим свод высказываний в первом томе по различным отраслям науки, а во втором об искусстве. И для того, чтобы объяснить, как они группируют эти высказывания, они пишут следующее. Отличительной чертой издания является система подбора и размещения материала. Она опять-таки отражает Леонардо таким, каким он был в действительности. Со всеми его сильными и слабыми сторонами, не лишая его ничего, сколько-нибудь принципиально или практически важного, но и не модернизируя Леонардо. Не знаю, кто из современных исследователей взял бы на себя смелость сказать, что он способен отразить Леонардо таким, каким он был в действительности, но мы понимаем, что в это время, с которого прошло уже почти 100 лет без малого, это казалось совершенно нормальным. И дальше они говорят, что их подход позволил дать сложному наследию Леонардо общедоступность и ясность. То есть, другими словами, перед нами, как и у Людвига, издательство Академия выпускает еще одну реконструкцию представления Леонардо обо всем на свете, составленную в виде компиляции. И несмотря на то, что Губер и Шелейка в издании Агис из Агис пишут о том, что они якобы восстановили оригинальную последовательность фрагментов, на самом деле нет. У них, как и у Людвига, фрагменты 944, а не 935, как у Добарини. И простое ручное механическое сличение, которое я проводила, показывает, что во многих случаях последовательность фрагментов осталась точно такой же, какой она была у Людвига. То есть, перед нами во многом компиляция Людвига, а не Орбинский кодекс. Дальше. Для советской истории восприятия Леонардо совершенно удивительно следующее. Книга о живописи Леонардо да Винчи не переиздалась ни разу, вот с тех пор, как она была издана в 1935 году. А двухтомник Академии переиздавался многие десятки раз и продолжает переиздаваться сегодня. То есть, даже не версия Людвига стала у нас отвечать за представление Леонардо да Винчи о живописи, а вот эта компиляция, которая была сделана и из Урбинского кодекса, и из других источников. Особенность издания Академии в том, что многие фрагменты из трактата о живописи были раскиданы по разным томам, по тому науки и по тому искусства. И несмотря на то, что они декларативно говорят, что мы не будем, мы не должны отрывать Леонардо художника, от Леонардо ученого, фактически они делают именно это. Собственно, первая глава Урбинского кодекса, она называется, и, собственно, начинается со слов Лапеттура и Шиенца. Живопись – это наука, и это принципиальная позиция Леонардо, которую он многократно аргументирует и последовательно отстаивает на протяжении первой части своей книги. То есть для Леонардо разделение, отделение науки от живописи совершенно невозможно. Но именно это и произошло, помимо всяких прочих искажений, в издательстве Академии. И о популярности, о той колоссальной роли, которую сыграло издание, издательство Академии в советской культуре, могут свидетельствовать кейсы Анатолия Зверева. Он назывался «Учитель Леонардо», там были многочисленные рисунки Анатолия Зверева, но одновременно были представлены и его записные книжки. И вот если вы посмотрите на правую картинку, вы увидите, что по формату, по размеру они очень похожи на это издательство Академии, и многие из них в таких же коричневых обложках. И понятно, что именно это издание в своем физическом виде выступало таким эталоном записок Леонардо. И, соответственно, Зверев в каком-то смысле, как и Людвиг, как и издатели начала 30-х годов, они не ощущают исторической дистанции между Леонардо и его компиляторами начала 16 века и самими собой. То есть Зверев продолжает вот эту традицию заметок о творчестве, обо всем на свете, о других художниках, о рефлексии, которую он сопровождает рисунками вставными. То есть абсолютно формат этих записных книжек Леонардо, он воссоздается. И за этим отсутствием исторической дистанции состоит еще одна очень важная идея, идея безусловной актуальности Леонардо да Винчи и его текстов. Это мы читаем у всех, и у Людвига, и у Таборини в 30-е годы, и у Зверева, из которой вытекает сама возможность, да, из которой вытекает идея доступности этого наследия современному читателю. Вот если читатель совершит определенные усилия, он поймет, что хотел сказать Леонардо. И рассказывая эту историю, я бы хотела подчеркнуть, как сильно изменились научные стандарты и наше отношение к источникам. У нас нет пока других переводов, возможно, скоро он выйдет. Точнее, не новый перевод, а исправленный перевод. Ну и что мы должны представлять, что именно мы читаем под видом наследия Леонардо, и как именно оно проходит через многочисленные фильтры. Фильтры его издателей ренессансных, его издателей XIX века, его издателей советского времени. И, возможно, наше время сформирует какое-то собственное отношение к этому наследию. Спасибо. Спасибо. Можно сразу вопрос? Вот одна из первых картинок, вот эта самая урбинская... Он у вас называется... Орбинский фодекс. ...фодекс или рукопись. Вот странно, она выглядит, особенно шапка, выглядит скорее как типографский текст. Нет, нет, это рукопись, и он издан был только в 1651 году, и там уже все выглядит совсем не так. Ну вот, а шапка, это тоже от руки написано? Да. Шапка выглядит совершенно как печатный текст. Так, сейчас. Вот верните. Нет, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну тут стоит печать, но это уже поздняя. Печать это уже поздняя, это владельческая печать. Нет, но печать-то ладно. Но вот это либро депеттура. Ну, конечно, это от руки, да. Ки написано? Точно? Да, ну, конечно. Странно, такое впечатление, что это вот как бы напечатано. Ну, видимо, это была имитация, скорее, такой печати. Так наоборот. Я мало видел средневековых рукописей. Ну, хорошо. Извините, такой наивный вопрос. Ладно. Можете у кого-то более компетентные вопросы есть? Пожалуйста. У меня не вопрос. Да? Замечательный доклад. Мне очень все понравилось. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Особенно, да, про эту советскую коммуникацию чудесно. Можно маленькую ремарку? Конечно. И, во-первых, мне был очень интересный, замечательный доклад. Спасибо огромное. А просто крошечную ремарку, немножко с другой стороны. Трактаты о читах и записях Луки Почоли. Хотя это было изданно. Тут нету каких-то обсуждений, там, какая рукопись, какие фрагменты. Это было изданно в 1394 году. И на русский язык переводили с немецкого перевода. И поэтому тут такая вот чехарда во многих переводах. Даже просто уже не рукопись. А в каком году переводили? Ну, это Туган Барановский, по-моему, переводил в начале 1900-х, в начале 20-го века первый перевод. И он был очень долго, пока он не появился, если вдруг вы помните, у нас был такой министр какой-то налогов или чего-то там, починок такой. Он вот за счет чего-то там, не знаю, организовал перевод вторичный, ну, не старый, новый перевод конца 20-го века, или там начало 21-го, не помню, но в наше время уже непосредственно с того издания, которое было итальянское в 1394 году, а не немецкого. Да, то есть тут такая вот, я понимаю, что это не о том, не о живописи и не Леонардо, но просто вот вся вот эта традиция, тут только надо смотреть переводы, потому что я не слушаю, например, трактат о божественном пропорции у Кипачёля, как он переведен и так далее. Спасибо большое, просто такая интересная. Ну да, спасибо. На самом деле я тоже, у меня в какой-то момент возникло подозрение, что переводили на самом деле с немецкого, но я посмотрела, нет, не с немецкого, переводили с итальянского. Что касается наших переводов, то вот это мы обсуждали с Мариом Николаевной Никогосян, который же профессионально занимается терминологией, там техник живописи, она говорит, что перевели все, ну вот как смогли, что все нужно переводить заново, и чини на чини, не нужно переводить заново, и в Азаре. Но в самом деле, если переводу 100 лет, конечно, он не может быть актуальным, но как бы кто и как это будет делать, совершенно непонятно. У меня был еще кусок про то, что перевели неправильно, но я уже не успела, но как бы это уже такие технические вопросы. Вот, спасибо. Знаете, вам в утешение, я могу в параллель вот рассказать историю, как неправильный перевод, тем не менее, сыграл определенную роль. Вот это из истории индийско-европейских связей. Вы знаете, такой были древнеиндийские тексты, Упанишады, которые были написаны на санскрите. И вот в 17 веке один из там великих моголов, наследник престола, он очень интересовался вот индийской премудростью, сам будучи мусульманином, он заказал перевод на фарси санскрита. Этот перевод был сделан, а в конце 18 века в Индию приехал... В конце 18 века в Индию приехал француз по имени Анкетиль Дюперон, который санскрит не очень знал, но знал фарси, и там древнеперсидский, вообще переводил Авесту, но заодно ему попался в руки вот этот перевод санскрита на фарси Упанишад. И он почему-то решил и перевел этот с фарси на латынь и издал это значит уже в Европе текст на латыни, сказав, что вот это перевод Упанишад. Этот текст прочел Шопенгауэр, пришел в дикий восторг и считается, что вот этот текст значит дважды переведенный, то есть по его собственному признанию оказал огромное влияние на его так сказать мировоззрение и он потом неоднократно поминал этот текст, цитировал, но этот текст это дважды искажение какой-то индийской реальности. И когда Шопенгауэру потом дали в руки перевод, сделанный каким-то уже ученым мужем непосредственно с санскрита то ли на английский, то ли немецкий, то Шопенгауэр сказал не дурите мне голову, это чушь собачья, вот это для меня подлинный текст и это вообще отрада моей души. Понимаете, так что пути Господни неисповедимы. Это правда. Это точно. В советской действительности мы ровно так и жили. Хорошо. Значит, я, извините, позволю себе вклиниться и сообщить, что Дарья Александровна Чуркина она появится, но она появится не раньше того времени, которое обозначено в программе. Поэтому если Андрей Леонидович Близняков не возражает, то мы его пригласим после Ольги Алексеевны. Это не значит, что я прерываю дискуссию, если кто-то еще что-то говорит, то я тушуюсь. Я просто сообщаю, что Чуркина не пропала. Хорошо. Ну и это места, то я